В 13 декабре. Да, там же даже видео нет. Ну, здесь, конечно, не совсем, да, полость рта, и у нас нету зубов рядом стоящих, но это, по сути, вот двойной обвивной шов. Тот же мы вышли на небо. Наша задача, даже если вы не двойным обвивным будете швом шить, все-таки качественно зафиксировать лоскут в области рецессии. Следственная ногостичность, чтобы он никуда в течение двух недель не мигрировал, не делся и был на месте. Это, в общем-то, даст возможность устранить рецессию хорошо и вам иметь успех клинический. Ну, опять же, вертикально желательно, потому что направление тогда самого слизистного кастичного лоскута будет хорошее. Ну, как оно получается, всякое бывает. Есть картинки, биологические модели, а есть реалии приема и пациентов. Стараемся мы, конечно, чтобы было все хорошо и красиво. Прокалываемся опять небно, петельку мы уже сделали. Обвиваем, заходим во второй сосочек, выходим вестибулярно, вышиваем. Желательно, конечно, совместить ткани. Встык? Ну, да. А так можно депетализировать? Можно, но здесь просто я сделала узковатую рецессию. Она, по идее, будет все равно шире. Поэтому она состыкуется. Можно, конечно, да. Чтобы просто края хорошо были соотнесены по отношению друг к другу. Это обеспечит качественное заживление их. Ну, а теперь... Какую щель, что вообще? Что? Где щель? Почему? Не вижу. Выши немножко, я всегда... Важно с этим. М? Нет, ну, прошу. Да, дело нет, не в жестких. Хорошо, сейчас мы подтянем. Ну, можно подтянуть с другой стороны. Пока ваш лоскут мобилен, да, вы его вольны, перемещаясь каким угодно образом. Ну, пожалуйста. Достаточно так закрыли? На самом деле, в полости рта у вас, как бы, совершенно другие будут условия. Во-первых, будут соседние зубы, рядом с которыми вы будете работать. И вам уже сами международные сосочки не дадут, да, никуда, ни шаг, ни вправо отступить и деться. Там диктует сама ситуация в полости рта всегда. Мы отрабатываем с вами именно пошаговый клинический протокол. И теперь здесь мы накладываем в судно-кастичные, по возможности, узловые швы, фиксирующие первые. Когда лоскут выкраиваем, мы должны там быть параллельно на той смеси стараться? Выкраиваем, именно когда отслаиваем. Да, вот так вот. Да, у нас же там полнослойная, в этом прилатеральном смещении там полнослойная часть. Она расщепляется только в области мокрингеральной границы. Это я делаю скальпелем, мне просто так, во-первых, удобнее, но и на биологической модели это удобнее, потому что распатором по мёртвым тканям очень тяжело работать. А в клинике, если вам привычно отслаивать полнослойный лоскут просто маленьким аккуратным распатором, правда, логическим, типа молто или, да, ещё какой-нибудь, то вы можете делать это распатором. Просто, на мой взгляд, скальпелем получается более аккуратным. С другой стороны мы также субноткастично фиксируем. Ну вот. Потом накладываем, ушиваем вертикальные разрезы и этот дефект заполняем какой-либо, да, коллагеновой губкой, гемостатической губкой. Чем вы работаете? Накладываем крестообразный шов для фиксации материала, закрывающего дефект. Ну, в общем, всё, как мы на картинках с вами. Просто я решила совместить уже биологическую модель для двух методик, чтобы это как-то побыстрее. Потому что у нас тут то есть камера, то всё что-то. Есть какие-то вопросы по ротированному смещённому лоску и латеральному перемещению? Доктор, у нас ещё до имплантов есть, о чём поговорить. Ну, как это лоскут на ножки, посмотри, нет. Хорошо. Ну, лоскут на ножки, я смотрю, больше никого не интересит, поэтому в каком-то индивидуальном порядке. И это интересен. Если мы успеваем и то, и другое, было бы здорово. Тогда без каких-то, наверное, теоретических просто пояснений, потому что... Отлично. Выкрытие, да, просто? Я просто, да, технически покажу, как это выглядит. Вот у вас... Сейчас. Что видно? Я не вижу вот так. Сейчас я посмотрю. Вот, отлично. Сейчас видно. Вот вы удалили этот зуб. Я сейчас не буду просто пускаться в эти удаления, потому что зубы у свиньи удаляются очень тяжело, поверьте мне. У меня есть большой опыт. Здесь у нас дефект. Дефект, например, большой какой-то, да? Ну, вот такой. То есть, была какая-то рецессия, длительный воспалительный деструктивный процесс. Мы удалили зуб. Вообще, хотелось бы в будущем здесь сделать имплантацию, да, после ожидания какого-то времени. И хотелось бы, чтобы имплантация была уже в каких-то прогностически более благоприятных условиях. Что можно сделать в этой ситуации? Или, например, мы поставили имплантат, но для немедленной нагрузки нам недостаточно ни объема. Костные ткани, там недостаточный объем мягких тканей. Условий не хватает для того, чтобы сделать что-то более приятное здесь. В этом случае можно выполнить вот такую вот процедуру. Увеличив объем мягких тканей таким образом, значит, это нюбная поверхность. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Да, Даша, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Ну да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне и Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Продолжение следует...